Друзья мои, Илюха прилетел. Сибирь Анпауэр прошел, приглашенный гость. И сейчас никакой хирург не хочет, чтобы потом к нему пришел там 160-килограммовый какой-нибудь товарищ. Вот оно. Я не героиного наркомана. Я говорю, я порадовался, что Илюха не ноги качает, а то если бы он тот гриф обогнул, потом бы на меня ругались. Получить гражданство вообще где-то, это непросто, это вообще непросто. И я понимаю, что сейчас открылись еще много новых возможностей. От моей продвину взял амилопектин. То есть я просто выпил, не знаю, 300 грамм муки, она мне там все заклеила, и на целый день я в ауте. Когда Пастух присылает сырье, ты можешь его проверить так. То есть проверяют ли другие, не знаю. Я зашел в Теремок, и ко мне обращается сударь. Понял особенности, возненавидел индусов, то я хочу подготовиться по бауэрлистингу. Ну что, всем привет, ребят. Сейчас тут максимально неожиданно. Питер, холод, вчера падал снег, а вот тут вот, кто угадайте, переодевает сменку. Он стал первым раз в три года, переодевает сменку. Друзья мои, Илюха прилетел. Ну, если он не в Питер прилетел, он прилетел в Красноярск, но через Петербург. Сибириан Пауэр прошел, приглашенный гость. Сейчас пытался я разобрать весь свой план, забыл банку рейджа. Главное, я Илюхи креатин нашел в сумке, а себе нет. Но в сумке нашел какие-нибудь еще и, так символично, еще из Дубая, пробник ахерновского предтрена. Который не особо, правда, вкусный, не особо-то работает. Но тут уже умный. Илья заранее насыпал цитрулин и бета-аларин шейкер. Сухенькие болтаются. Предтренчик, думаю, в машине лежит, либо в сумке спортивной. А его там не было. Почему Илья приехал пораньше? Потому что мы его повезем сегодня в 4 часа дня на МРТ. Мы очень надеемся, что катушки, а, хватит, б, не сломается стол, потому что ограничение 160 килограмм. И, насколько я понял, всего 2 в Питере аппарата, куда есть вероятность, точнее, где есть вероятность, что мы можем сделать адекватное исследование для Ильи. Уже утром сдали анализы всего. Сколько пробирок было было? 7 штук, наверное, 7-8 штук. Вот оно. Я не героиновый наркоман, я анализы сдал. Протеиновый наркоман. Вот. Еще, чтобы понимать, у меня, как бы, то есть, обследоваться нужно с какой-то периодичностью. Соответственно, сейчас я еду обследоваться не потому, что мне плохо, а потому, что нужно. Вот. То же самое МРТ я делаю, в первую очередь, для плеча. Потому, что, как я уже говорил, у меня какая-то проблема с левым плечом давняя. Вот. Не могу работать со свободным весом. Соответственно, сейчас здесь я еще один раз пытаюсь определить, что это. И у Руслана есть какой-то очень хороший хирург, который может дать заключение по этому делу и сказать, что с этим можно сделать. Вот. Потому, что все врачи... Даже так. Он сказал, что он что-нибудь сделает. Всех сдвинут, операции подвинут. В общем, если это операбельно, это можно сделать, то по дороге из Красноярска домой, в общем, мы еще и у них распилим в Питере. Ну, как бы, опять же, если это то, что я... То есть, ну, малоингразивное какое-то, то это можно сделать. Вот мне уже многие люди говорили, если это, например, депокальтификаты какие-то образовавшиеся большие, то их можно просто лопроскопом удалить. И это нужно делать в 100%. Если там уже какие-то более серьезные нарушения, изменения, которые требуют прям открывания плеча и лезвения туда внутрь в большем объеме, я, естественно, это делать не буду, потому что, ну, как бы, это уже не то, что я хочу. Соответственно, сейчас мы получим какое-то заключение. До этого врачи мне все говорили, что, ну, насколько я понял, просто они не хотели этим заниматься, у них не было компетенции. То есть, они... Вопрос в чем? Что если хирург какую-то операцию делает на постоянной основе, если он, например, занимается спортсменами и делает определенную операцию уже, не знаю, там, по несколько в месяц на протяжении долгого времени, то он уже знает, как это делать, у него уже набита рука, и он уже не боится. Лезть куда-то там. И хирург, опять же, может быть самым квалифицированным, но он просто не делает подобный тип операции, например. И поэтому, соответственно, он лучше будет говорить, что лучше не надо, чем делать для себя что-то совершенно новое и потом, скажем так, смотреть на последствия. Тем более здесь речь же о том, что человек должен после этого, опять же, показывать хорошие спортивные результаты и быть на пике своей, как говорится, формы, а не просто, скажем так, жить и функционировать. Поэтому в этом случае, сейчас никакой хирург не хочет, чтобы потом к нему пришел там 160-килограммовый какой-нибудь товарищ и втопил ему в нос за то, что он ему там сделал неправильно что-то. Поэтому в этом случае тоже. Ну, известно, сколько я знаю, у Руслана есть именно такой, который знает, о чем говорит. Ну, это человек, ребята, профессиональных бойцов КММА регулярно оперируют. Там часто вопросы с плечами. Это человек, который пришивал мне грудную Антоху, вы можете помнить из своих роликов. Это тот человек, который пришивал бицепс Сергею Тарануха. Антона я знаю вообще очень много лет. Знал, видел, как он рос. Когда-то там, то есть мы познакомились, по-моему, лет 11 назад в зале. Он тоже, во-первых, спортсмен. Причем такой очень крепкий, сильный парень. Профессиональный гонщик между тем еще. Вот. Спортсменами, бодибилдингом знакомыми по наслышке. Это человек, который людям суставы меняет. Он показывал коробку, знаете, коробку, вот колеба, говорит. Тут отпилил, тут ставил. В общем, я очень надеюсь, что он сможет помочь в нашем, в Ильюфином вопросе. Мы переоделись. А я качаю спину, что качает Илья, я не знаю. Сейчас мы узнаем. Если будет фоткаться, то, наверное, со всеми в зале, вот вся будет его тренировка. Подибилдерские. Сумку с собой берешь? Нет, запихаю в шкаф. Я вон поясок, до лявочки, и все. Опять мазь. А что, мне никто не платит за рекламу, мазь, а я куда ее делал уже? У меня вообще прям провалы в башке. Куда я вот так что мазь отсуну? А вот она. Она не сильно согревающая, она вон, какая-то, она стоит дешево. Вот. Ну, с пчелиным ядом, он легкий-легкий, он чуть-чуть греет. Я на локотнике одену, и потеплее вот эту мазь отправлю. Дейзик. Дейзик, который пшикает вот так вот. Он не аэрозольный, он еще не аэрозоль, а который струйкой, или шариком надо пользоваться, или твердым, чтобы другим людям не летело с дыхательной пути. А кто пшикает с такими аэрозольными дейзиками, те гомо-сексуалисты. И в прямом перемотном смысле. Потому что не надо людям делать неприятно. Бодибилдеры наши. Реклама бодибилдинга. А, нет, не бодибилдинга, это реклама турнира во дворце спорта. Короче, у нас, как всегда, все делают очень талантливо. И Кубок Питера по бодибилдингу будет проходить в Питере одновременно с другим турниром по бодибилдингу. Но, чтобы было все под эгидной одной федерации, там, смогли договориться. В общем, у нас в то же самое воскресенье будет одновременно два турнира в городе. Один будет в спортивной, в юбилейном, другой в кейпоп-арене. Где ваши друзья выступают, туда приходите. Где друзья не выступают, выбирайте, что вам ближе к дому, что удобнее. А вообще, прихождите на Сибериан Пауэр Шоу. Может, мы успеем как-то к регистрации до выходных. Видос подсделать. Телефон, что мне звонит. И что, и там сможете увидеть Ильюху. Собственно, у меня тоже и всех остальных ребят. Я бы порадовался, что Ильюха не ноги качает. А то, если бы он тот гриф и погнул, потом бы на меня ругались. Я буду работать в основном в тренажерах, потому что, хоть у меня в целом, так скажем, болевые синдромы прошли, но пока себя берегу. Может, только разве что, когда разогреюсь, подтянусь. Каждый новый зал всегда непривычно. Я был здесь, скажу, когда. Сначала я был здесь в детстве, но с родителями еще ездили чисто на экскурсии, там все. А потом я здесь был раза два еще, так там, по делам, на дня два-три. Ну, я всегда был летом. Поэтому для меня, конечно, это новость. Скажи, сейчас гибай дольше лететь, чем было раньше и так же. Ну, все просто. Сейчас, опять же, один момент, это, который, я скажу, на Сибириан, а второй момент, то, что началась вот эта вот заварушка вся с Украиной. И сейчас просто, я не знаю, такой поток ненависти, в принципе. И не важно, что ты снимаешь, тебя всегда начинают сталкивать в область. А прокомментируй это, прокомментируй то. А как это относится вот к этому, все вот тупо на одну эту тему. И причем всех потом захейтят. То есть всех, кто как не высказывался. Всех с говном смешают. И на самом деле я немножко так сейчас взял такой, выдохнул. Ну, сейчас начинаю уже. С новыми силами. Скажем так, с апреля, с мая уже начнем опять вливаться во всю тему. Вот. И будет много новинок, новостей по поводу каких-то моих движений. Вот. Ты вроде гражданство чехи не получил. Да, вот еду забирать. Еду забирать. Почему именно Чехия? Потому что я там жил 14 лет. То есть я как бы, ну... Это не то, что я сейчас себе организовал за две недели. Нет. Я там жил 14 лет. Перед тем, как я в Америку. И... По сути, мне его дали, потому что я там, скажем так, натурализировался. Вот. То есть это не что-то такое, как сейчас все люди активно пытаются где-то что-то подсуетить. И во всем случае это заканчивается печально. У меня вот только 4 случая, когда развели на воблок прям. Причем на большие суммы там 70 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Потому что сейчас вот... Ну, это прям... Всем нужно. Я столько аферистов вылезла со всех сторон, которые обещают, что сделают. И там, в Карибском бассейне, и где-то еще. Но, поверьте, ребята, это... Получить гражданство вообще где-то. Это непросто. Это вообще непросто. И это долго. И кто бы там что-нибудь говорил, что вот здесь, здесь за неделю... Хрен собачий. Никому еще не дали, нигде за неделю просто так. Вот. Поэтому... А если кто-то говорит, то, скорее всего, это аферисты. И попадете на бабло, и... И ничего этого. Или там вот... Блин, я тоже знакомый, которые себе паспорта делали, какие-то румынские. Потом полетели с этими румынскими паспортами куда-то. В аэропорту их приняли. Потому что поддельные паспорта. А подделка документов, это... статья очень серьезная. Поэтому... Ну, я там 14 лет жил. То есть я прошел все процедуры, я сдал чешский язык, историю Чехии. То есть там очень все сложно. И очень все долго. Но в результате меня выбрали и дали. Вот. Но это гражданство Евросоюза. То есть сейчас я, как говорится, еще гражданин Евросоюза. Официальный. То есть... Могу быть... Могу получать чешскую пенсию. Самое главное, что я могу сейчас в любой стране Евросоюза жить, работать без всяких разрешений. И, как говорится, ну... Поэтому это... И плюс там для чехов для них без виз почти везде. По всему миру. Вот. Или очень упрощенное получение виз. Поэтому сейчас придется много ездить. И это тоже очень... Очень такой позитивный фактор. Ой, блядь. Вау. Неприятно. Но на самом деле я говорю, то, что через что я прошел. И... Как бы... Я уверен, что эта процедура во всем Евросоюзе плюс-минус одинаковая. Это не то, что чехи такие прям вот скрупулезные. Им прямо нужно столько сложностей. То есть... Это очень непросто. Это очень непросто. Это очень долго. И вот мне, к примеру, на последнем этапе уже, когда я подался непосредственно на гражданство, брал вот такую и по документам, меня рассматривали два года. Два года рассматривали мое прошение. И только через два года они решили, что да. Плюс гражданство дается еще какие-то квоты на каждую страну, на каждый регион. Грубо говоря, что вот в этом году у нас есть возможность выдать, например, 50 гражданств для лиц из вот этих стран. И там небольшое совершенно количество. Если в эту квоту ты не входишь, то на следующий год. И вот так вот дальше, дальше. То есть, ну, очень все это непросто. Поэтому... Ну, было бы это просто. У всех бы уже было по три паспорта. И как бы... Все бы уже были европейцами. Ну, покажите мне этих людей. Нет таких. Но все почему-то говорят, что ой, да вот здесь просто. Покажите мне тех людей, у которых там гражданство Карибского бассейна и еще чего-то. Я вот таких не видел. Но все говорят, это так просто. Это все... Ни одного еще не видел, который бы мне вот определил прям паспорт за вот эти инвестиции какие-то там копеечные. И причем это невозможно. Это невозможно как-то обойти, потому что это все контролируется. И... Но плюс еще знание чешского языка и реалий, то есть истории. Историю, ладно, можно тест подготовиться, сдать. Но там нужно знание чешского языка для ПМЖ на очень хорошем уровне. для гражданства это должно быть знание уже как-то родного языка. Потому что там тест по грамматике, потом тест какой-то прям такой заковыристый. А потом собеседование, где вы просто разговариваете вот на абсолютно любые темы. И они должны понять, что вы, ну, владеете языком совершенствия. Вот. Поэтому для человека, который там, например, не живет, это нереально. это нереально. Ну, на самом деле, все было очень просто, потому что я после школы туда сразу ехал. И у меня там были знакомые, которые, как раньше было. Раньше, если ты хотел учиться за границей где-то, это было не так, что ты выбираешь вуз, который тебе нравится, ты выбираешь специальность. А были просто какие-то люди, которые уже куда-то поступили. И вот в Чехии это был экономический вуз. И была протоптана дорожка уже такая, как, что делать. И они знали. А... И все. И других вариантов не было поступить. Соответственно, в Беларуси я нашел репетитора по чешскому языку. Готовился как-то вот этим тестом. Приехал и поступил в экономический вуз. Соответственно, потом общался с этими ребятами. В других каких-то странах, возможно, тоже такая была. Но были вот отдельные дорожки. Спустя уже, например, 10 лет появилась масса школ языковых. Масса курсов непосредственно уже в Чехии. На которых... На которых, короче, готовили уже в любой вуз. То есть человек приезжал там, я хочу быть художником. А, вот здесь художественный вуз. Я хочу быть там, не знаю, юристом. Вот юридический вуз. А в мое время не было вообще такого. Не было такого. И поэтому я отучился в экономическом вузе какое-то время. Вот. Ну, как бы, Чехия, на самом деле, мне понравилась первый раз, даже когда я туда приехал как турист. Это охрененная страна для жизни. Прям вот. Не знаю, возможно, меня туда еще занесет и разок на моем пути. Потому что всегда меня туда тянет. Это мой дом родной практически. Вот. И там есть, по сути, все. Там есть очень хорошая еда. Там есть классный климат, там есть красивая архитектура, охрененная природа. Достаточно хорошие люди и славяне. Вот. Со своими особенностями, но с душой. Вот. И, в принципе, единственное, что там-то атмосфера настолько расслабляющая, что если человек постоянно находится там, то он ни черта не хочет делать. То есть, только пить пиво, не знаю, там, отдыхать, чилить, релаксить. Вот. А все-таки, чтобы делать, как-то двигаться по жизни, нужно немножко другой ритм. Вот. Которых, к сожалению, в Чехии нет. Ну, сейчас уже поднабрался этого ритма везде, в других местах. Сейчас уже, вот когда я был в Чехии недавно, для того, чтобы получать бумажку о гражданстве, я просто охренел, насколько там дешево. По сравнению, но я понял, что цены те же самые, которые были. Возможно, даже поднялись. Просто пожив в Америке, пожив в Дубае, я понимаю, что единственное, что дороже бензин. Вот. Бензин там дороже, да. Но все остальное просто в разы дешевле. Вот. Поэтому, еда, например, я там сел покушать в ресторанах, в которых я до этого кушал постоянно. Я чуть не плакал, потому что она реально настолько вкусная, настолько прям крутая, вот натуральная. Такое уже давно не ел, вот реально. Поэтому, конечно, конечно, вот так вот. мне очень нравится эта страна и, возможно, я туда вернусь когда-нибудь. Но это не факт. Да не меня особо. Естественно, что сейчас я понимаю, что сейчас открылись очень много новых возможностей, потому что всегда, когда такая происходит тема, перестройка глобальная, всегда есть отрицательные стороны. Тоже, вы понимаете, положительные стороны, но плавление даже рынка. Очень много сегментов освобождается. Если человек держит нож, держит нож по ветру, то можно удачно занять какую-то нишу, чем, собственно, мы сейчас и занимаемся. естественно, понятно, что, конечно, в общем-то эта ситуация не приносит никакой радости для всех и, в общем-то, это отрицательно все, что происходит. Но жизнь продолжается и, как бы, не нужно, самое главное, что не нужно нагнетать себя. Потому что у меня есть некоторые знакомые, которые прям сутками сидят новости читают и они уже чуть ли бункер все не строят и, знаю, делаются запасы. То есть, ребята, расслабьтесь, расслабьтесь, не нужно себя нагнетать. То же самое вот, когда был коронавирус. Многие люди просто с ума сходили, потому что постоянно вот боясь на улице доживите. Отпустите немножко это все. Живите своей жизнью, развивайтесь, продолжайте функционировать. Что будет, то будет. Скажем так, как и сказал мой другой знакомый, если ракеты вылезут из шахт, то как бы все равно уже всем все будет фиолетово, понимаете? И те, кто вызовут, будут еще завидовать тем, кого растворило. Поэтому, если уж случится, случится. И вы на это не повлияете. А так просто сейчас себя накручивают постоянно, что вдруг случится. Ну, случится, случится. Не случится, не случится. А жизнь ваша продолжается, как бы, старайтесь, старайтесь на этом вообще не концентрироваться сейчас. Просто делать то, что делаете. От мой протеина взял милопектин в Oxmate. Блядь, меня разорвало. Просто. я его вообще выпил и потом весь день просто, блин, без остановки, без остановки просто. Живот вот такой вот. Говорю, что это такое? То есть, вот я не знаю, возможно, там не имел милопектин, потому что милопектин должен нормально всасываться и не устраивать такого. Возможно, мука просто, я не знаю. Ну, что-то такое. То есть, я просто выпил, я знаю, 300 грамм муки, она мне там все заклеила и на целый день я, ну, в ауте. Ну, вот это я чувствую, он прям отлично работает. Опять же, говорю сейчас про качество. У меня сейчас такое ощущение, что найти качественный спортпит сложнее даже, чем найти качественную форму, например. Вот ей-богу. как бы возможно одинаково, но смотри, иментально, есть поставщик какого-то сырья и у меня такое ощущение, что уже начинается, как бы наибаловый, уже начинается на этапе поставщика сырья. Что он тебе поставляет, говорит, это у меня там 99% протеин, а на самом деле это уже 50%. Ты же никак не проверишь особо. Мне кажется, уже вот отсюда начинается. Конечно, те люди, которые не имеют собственное производство и заказывают у кого-то где-то через что-то, они вообще уже не могут отвечать ни на что сейчас. Потому что как бы все хотят заработать, ждать расклад такой, что ты либо ни хера не заработаешь. Многим компаниям сейчас, которые, я видел цены, которые заказывают где-то что-то у кого-то, чтобы сейчас сделать качественный товар, нужно работать по всем позициям в минус. То есть вот реально. То есть их бизнес перестает быть вообще как-либо интересным. Но они продолжают это делать. По всем позициям, опять же повторяю. Соответственно, что сейчас можно сделать такой вывод? Если люди продолжают это делать, они же не дураки. Они же не могут срабатывать в бизнес по всем, в минус по всем позициям. Соответственно, что-то там не так уже. И вот я сейчас прям пробовал много разных и протеинов новых и все остальное. просто мешают четыре скупа пол-литра воды четыре скупа протеина. Это должна быть прям сметана густая водичка. То есть хотя раньше я пил этот протеин и было все норм. Сейчас его не досыпают либо сыпят что-то не то. Вот. Поэтому это нужно тоже обратить внимание. Обычно люди же не знают, что сейчас креатин в шесть раз подорожал сырье или там протеин. Но ситуация такая. Без тебя я довольно здоровый. Особо так и не поможешь, когда там бегу за 200 килограмм. То есть ну возможно эмоционально спокойнее это максимум. Только мне неспокойно. Ну как? Когда просто все присылает сырье, ты можешь его проверить. То есть проверяют ли другие, не знаю. смысл даже еще в том, что вопрос. У Слана есть возможности. Потому что у него свое производство и он может сам. У 99% людей нет производства. И они заказывают у кого-то. Соответственно там уже столько зрения, которые могут как бы говорится наебать. Там да. И в результате ты как бы просто веришь на слово. Потому что если ты так вот заказываешь, тебе дадут бумажку ну вот. Но ты же сам не пойдешь в какую-то лапу, потому что никто этого не делает. Ну кроме того, по крайней мере, так у нас это действительно так скажем наверное хорошо и плохо. В регионах этого вообще нет. В регионах ты работаешь, ты можешь ну как обычно, я прошу прощения, не хочу никого обидеть, если честные люди. Но ситуация такова, что там если ты обеспечиваешь рабочие места и налоги, ты можешь творить любую дичь. Никаких проверок распотребнодзора, ничего, то есть тебя там там бизнес поддерживают в регионах, потому что там дыра. В Питере тебя и в Москве ебут. У нас ФБГУ, Федеральное бюро метрологии исследований, который расшифровал, короче, орган, который приходит к тебе такой, мы возьмем сегодня вот этот пакет проверим готовый, вот тут сырья возьмем черпак, вот тут ватной палочке по полу поводим и вот тут соберем пробу воздуха. Все упаковывают и едут это все проверять. прийти они к тебе просто прибудут как хотят. Это их законное право контролирующего органа. Плюсом все сырья, которое мы завозим, оно проверяется на таможне хаотично, поэтому, что ты найдешь контейнер, никто тебе не проверит весь контейнер. Просто зайдут, тыга-дыга-дыга-дыга-дыга, вот с этого мешка взяли, ушло на проверку. Плюсом мы сами проверяем для себя, потому что, опять же, когда ты производитель, ты отвечаешь. То есть если вы закажете продукцию под вашим брендом, вы хотите супер максимум пауэр, нутришн, сделают тебя там Сергей, и вот ты решил сделать свой бренд, свой маркетинг, рекламу, и ты закажешь у меня продукцию. Сделано будет на нашем производстве, и там будет нарушение, отвечаем мы, а не наш заказчик, потому что мы производили на нашем производстве по нашим документам, зарегистрированным на наш адрес. Если я где-то закажу, то отвечает за качество производитель тот. ну как гарантия, вы покупаете Мерседес в Питере, но отвечает за него по сути Германия. Гарантийное обязательство на автомобиль. Вот. Тут да, сложно. Благо в принципе проверить можно качество, курячину даже не проверить. Мало того, не проверить, чем кормили ее. Она же может быть нормальная, без болезней, но само качество мяса, корма, антибиотика, которую давали курице, там уже не все можно узнать. Ты еще скажи вот по поводу того, как, например, если делается углеводная смесь, насколько сложно понять, вот она четырехкомпонентная, и процентовка каждого компонента. Ну, если там 90% просто мультидекстрина, или там действительно присутствует воксимейс, тиклик декстрин, что такое, то есть это, ты говорил, что это практически нереально, это должно быть специальное оборудование? Это должно быть, да, причем, методом сжигания определить невозможно при сжигании все углеводы выводят одно и то же количество энергии, и тут должно быть очень глубокое исследование, а по сути, в связи с того, что углеводная смесь достаточно дешева, дешева, в производстве, я думаю, что никто ни разу не заморачивался, наверное, только опытный спортсмен, и вообще человек по органолептике может понять степень процентовки определенных компонентов, но то же самое понятно, сколько там полидэкстроза, дэкстроза или мальты, ну вы не отличите, амилопектин можно почувствовать в определенной степени, ну вот, чтобы понимать, тот же самый амилопектин, воксимейс, он очень дорогой, то есть он дорогой реально, он везде, что в штатах, что в Дубае, что здесь, он реально дорогой, получили воксимейс, вот я чувствую, когда пиво воксимейс, что это такое, настоящий, и как его отличить, большинство людей даже не понимают, что это, вот, потому что они просто взяли мушарь, что-то, там какой-то сахарок, что-то такое, соответственно, там возможно просто все это мальты, дэкстрин, и там тоже, как бы, ну, это имеет смысл с точки зрения бизнеса потом, потому что вы продаете мальты, дэкстрин по цене высочайшего качества того же самого цикла дэкстрина или воксимейса, вот, поэтому это тоже мальты, они не имеют никакого отношения к спорту, они к этому относятся только как к методу зарабатывания денег, и, соответственно, к спортсменам и к конечным потребителям, они тоже относятся просто как к людям, которые носят им деньги и какого-то такого личного отношения к тому, что вот, ну, я же не могу там, грубо говоря, пацанам продать что-то херовое или там спортсменам, или как я могу продать людям простой сахар, если они платили за что-то другое, то есть, ну, такое отношение тоже, оно достаточно редкое, к сожалению, в области спортпита, и даже, например, многие компании, которые, когда начинали, прям пожились, что мы за качество, мы за только за самое лучшее сырье, в результате они просто скатились до того, до обычных продавцов таких, что, грубо говоря, любое говно в паре мы заработаем, вот, к сожалению, это так. у меня вообще нет такого понятия, что я окончательно отсутствует, потому что я такой, типа, я постоянно в поиске каком-то, единственное, что я уже понял, как в Дубае все работает, да, понял особенности, возненавидел индусов, вот, нет, хорошая страна со своей спецификой, единственное, я не понимаю, как вести бизнес в Дубае, потому что, вот, фактор именно индусов, пакистанцев, или, возможно, с русскими нужно, вот, все с русскими в результате сводится к тому, что надо работать с русскими, потому что индусы, пакистанцы, даже те, которые на более высоких каких-то должностях, что-то вообще не умеют работать, у них нет вообще понятия пунктуальность, у них нет вообще понятия обязательства какие-то, вот, то есть, ну, возможно, еще немножко выгнигнуть, но я все равно понимаю, что лучше всего работать с русскими, вот, в результате, потому что русские умеют работать, русские хотят работать, русские умеют быть мотивированными, и, я говорю про русскоговорящих, про славян, вот, и русские целеустремленные, и умеют двигаться, умеют развивать бизнес, а очень много национальностей, которые просто, вот, они не для этого созданы, ну, просто, объясню, как с индусами, с ними что-то пытаешься договориться, причем, не важно, платишь ты им, не платишь, то есть, я уже все пути пробовал, пытаешься о чем-то договориться, и они все эти говорят, два дня, бро, два дня, все будет готово, и поначалу я такой, слушай, два дня, круто, в результате, это либо не делается вообще, никогда, либо это делается через три недели, через месяц, то есть, причина, почему это так делается, опять же, для меня, это большая загадка, причем, я с этим сталкивался уже не раз, и не с одним человеком, с разными, и разговаривал уже с людьми, почему это так, ну, вот такие вот индусы, и проблема в том, что в Дубае, они везде, они и в банках работают, они и в госсекторе на обслуживании, и везде, вот, в той же самой полиции, то есть, в результате, как бы, ты сталкиваешься с тем, что ты не можешь ничего планировать, ты не можешь как-то, не знаю, на что-то рассчитывать, выстраивать какие-то цепочки, потому что ты не уверен, когда, чего, как, вообще, вот, ну, и, я уверен, что здесь, это просто человеческий фактор такой, это не потому, что там так бедренно все делается, или что, это невозможно как-то сделать по-другому, вот, соответственно, даже в Дубае нужно как-то пытаться кооперироваться с русскими, и делать что-то с русскими, вот, вот, элементарный момент, открыть счет даже в банке, вот, я не знаю, наверное, самая сложная страна, пооткрыть счетов в банке, в Европе открывал 5 счетов за один день, прям вот, моментально, в Америке открывал за день счет, прям, без проблем, что на фирму, что на физлицо, в Дубае, мне открыли счет за месяц, на физлицо, и это было еще прям очень, очень круто, через знакомых еще даже, а чтобы открыть на фирму, вот, знакомый уже ждет, там, чуть ли не полтора месяца, два, и все, ему никак не хотят открыть, плюс, сама банковская система, там, вот, аппликация даже, приложение банковское, это вот столько все криво, косо написано, как бы, то есть, они пытаются, конечно, быть современными, пытаются как-то, держать, темп с остальным миром, но, во многих секторах, это просто выглядит, как будто, вот еще, не знаю, кочевники в пустыне, в шатрах, вот, что могу сказать по поводу местных, никого не хочу убедить, но местные сами работать не умеют, они не мотивированы никак, максимально, что они могут, это привлечь какие-то кадры из-за границы, и инвестировать в то, чтобы, собственно, как весь Дубай построился, это все иностранные инвесторы, иностранные специалисты, которым просто дали зеленый свет, приходите, работайте, приходите, привозите, приходите, строите, вот, к сожалению, так получилось, что, вот, если мы возьмем более старшее поколение, которое там сейчас, например, 50-60 лет, людей, то, у меня есть подозрение, что они даже могут быть и необразованными, в принципе, потому что, вообще, Дубай 50 лет, и до этого там была пустыня, на верблюдах ездили, вот, поэтому они могут даже не иметь какое-то базовое образование, и они больше на таком, каком-то еще уровне, спиритуалитическом, какие-то поверья, какие-то такие предрассудки и так далее, опять же, я с этим тоже столкнулся, был очень сильно удивлен, вот, но, с другой стороны, хорошо то, что, если человек приходит с каким-то, действительно, интересным проектом, например, то у него есть шанс, получить зеленый свет, получить какую-то инвестицию, хотя, опять же, сейчас вот, на фоне последних событий, они тоже стали более осторожными, вот, и, это не совсем уж так просто, вот, но, говорю, это очередная просто страна, со своими особенностями, с очень большими плюсами, с достаточно многим количеством минусов, и человек должен просто понять, что он хочет, от определенной страны, и если его представление, в данный момент, вписывается, вот, в этот вот набор, он может там жить комфортно, работать, я зашел в Теремок, и ко мне обращаются сударь, это, это их фирменная, активная штука, я думал, я же просто в Питер приехал, и сударь, именно в Теремке, так пойти, сударь и сударь, то есть, это не ваш прикол, типа, нет, 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 а то я уже таксисты родил, сударь, что это же, машина из аэропорта, забирала, что-то, какие у вас пожелания, к дороге, к пути, в смысле пожелания к пути, какую музыку желаете, меня прям испугало, в Питер приехал, нет, какую музыку предпочитаете, меня расшарашили, просто вопросом, было неожиданно, максимум, что меня там, не знаю, в штатах или здесь, это наденьте маску, то есть, вот, что мне максимум говорили, сдать, «Угу» 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 но по ощущениям вот там как бы смысл чем есть 2 типа приседа high bar и low bar high bar это больше стандистский присед с более ровной спиной low bar это именно лифтерский присед когда вы уходите назад колени остаются практически на месте то есть они вперед не уходят второй способ приседа намного более продуктивно намного более комплексной в чем проблема за плеча я не могу положить штангу ниже чем я ее кладу нам не на трапециях лежит для того чтобы сделать low bar вам нужно класть штангу прямо на задние дельты практически не могу так вывернуть плечи если я подлечу сейчас плечо я смогу положить низко вот как раз таки в этом тренажере я приседаю в стиле low bar как бы по нагрузке на спину именно на позвоночник компрессионный когда чувствую когда приседаю вот то что я делал там 560 килограмм или сколько по ощущениям она в разы более сложное чем 300 когда я делаю со штангой то есть у меня есть положение что если я смогу все-таки сделать low bar взяться как нужно и положить штангу ниже и сделай со свободным весом мне примутся ему интересно сколько это присяду потому что чувствую огромный там резерв потенциал но нужно поправить плечо потому что хай баром приседать больше 300 килограмм это как бы на тоже очень травмо опасно если я решил все время плечо и смогу жрать свободный вес то я хочу подготовиться по борт листинга соревнованиям именно груста лифт я люблю и для меня бы это было такое ну как вот новая такая цель сейчас я не могу это сделать опять же повторюсь не могу жать свободный вес выступать по приседу ли там постановый но мне не прикалывает нужно выступить сразу по всему поэтому сейчас если будет такая возможность его поправить я бы был максимально рад и начал бы готовиться сразу какого-нибудь чемпионата по лифту то есть с чем это связано эти фейки потому что без контроля на безутрах нет потому что там вместе сразу где-то делают в ране например или там и продают на спортпит весь на одежду когда заходишь единственное зашел фирменный магазин adidas в дубай моли самым главным там вроде сонором любых других заходишь прям берешь там кроссовки они смердят таким китаем признаешь такой блять прям клеить дешевая вот эта резина это вот смотришь на видос но не adidas это причем стоит там за что 150 долларов понимаешь это просто фейк кончено и вот это на каждом шагу и сами реально вот просто вот этот момент меня очень напрягает потому что ты хочешь что-то купить заходишь магазин ты не понимаешь фейк это не фейк то есть вот видишь на самом деле понимаешь что это охереть какой фейк ну ты не знаешь где купить нормально настолько да что ты уже сомневаешься везде даже захожу в аптеку беру там в аптеке куда препарат вдруг это не то уже были мне моменты я на самом деле купил себе там вот тот же самый армазин потом жестко дорогой но мне нужно было я его купил то он пошел взял анализы просто то есть не рабочий пустой вот у нас сейчас он стоит наверно долларов 15 там стоил 200 долларов 200 долларов 200 долларов пачка армазина мне очень нужен был нигде не мог достать купил еще фейк плюс на самом деле вот даже дома для малых каких-то бизнесов там на самом деле не выгодно в том смысле что только открыть фирму получить все лицензии получить все бумаги на каждого сотрудника и так далее и каждый год продлевать все эти лицензии и платить какие-то износы это очень дорого там то есть вот просто открыть фирму это порядка 15 тысяч долларов только открыть фирму и причем это не то что через вася а это государственные платежи какие-то плюс на каждого отработника еще плюс лицензии 15 то есть понимаешь если у тебя маленький бизнес да там нет налога окей но если потом пересчитаешь сколько платить платежей всяких там взносов всего остального то ну возможно возможно тебе выгоднее будет даже где-то здесь хорош чем отличается человек который ответственно то есть тренировки от руслана вот видите меня есть напиток целебный из русланы компонентов на тренировка заканчивается и вот заканчивается мой напиток а живой он закончился уже в начале тренировка там поэтому вот пить нужно я воду два раза добавлять шейкер во первых давайте так я вообще ему отдал свой креатин вообще на самом деле шучу вообще отдал свой-свой креатин отдал ему потому что многие люди тут сам пьет молодец нужно немножко больше пить но многие люди вообще не пьют я вот занимался например с лари он занимается он не пьет варима тренировки он вообще не выпил ни грамма воды он вспотел как конь но ни грамма воды не выпил я просто не понимаю как это возможно то есть человек который долго занимается у него просто должно быть как не знаю там как молитва ты перед тренировкой сделать свой напиток ты выпил тренировка у тебя закончилась ну вообще не пить но это же опасно скажи ну это вообще обезвоживание второй по степени стресс а может быть даже на первое место можно поставить вместе отсутствие сна и обезвоживание по степени нагрузки пить ну не то чтобы проект а побольше пить нужно руслана просто илья забывает что он весит конечно не как два руслана но почти как два руслана выпил я полтора литра воды с тренировкой полтора вот даже мы спроси у сашки я спрашивал где находится кулер с водичкой я после тренировки покушать курицу с рисом причем курица с соусом масала на самом деле после тренировки сразу не люблю есть но я заметил что если я вот такие вот коробочки почему я сейчас даже в дубае хочу договориться по поводу коробочного питания я просто сажусь и механически поедаю и неважно как это по вкусу что там то есть я просто союсь и съедаю коробочки если я сам себе готовлю история абсолютно другая то есть вот недавно взял коробочки там была говядина я понимаю что если до санта придет его глядя вам я даже кусочка не съела вытянулся в мусорку потому что это было отвратительно но коробочки почему-то его сел механически вот так вот не думая съел и как бы вот так работает мозг на самом деле после тренировки я сразу не могу много есть потому что время тренировки выпил 200 грамм амилопектина то есть это на 200 грамм грубо говоря сахара поэтому у меня как бы нет большой надобности но поедем короче приехали на мрт и не влез так потому что то что слишком большой нет на самом деле хотелось бы все таки сделать где-то сейчас может что-нибудь придумаем но в обычное даже увеличенное мрт не важно это вот проблема когда люди спрашивали а как так живется в таком весе с такими объемами вот вот так живется то есть элементарно хотите сделать мрт не можете соответственно где-то мне следовали в зоопарке попробовать но здесь сказали что и зоопарк даже не имеет смысла ехать потому что у них там по-другому все делается у них там нету таких здесь чем смысл здесь такая штучка как капсула куда нужно вставить плечо именно полностью вот она где-то вот такая вот еще туда не влазит то есть она застревает и дальше не проталкивается вот соответственно сделать вменяемый снимок плеча невозможно именно плечевого сустава как мне объяснил врач вот поэтому поэтому посмотрим может еще что-нибудь найдем но возможно и не найдем что-нибудь